Воздержание. Я нахожусь на воздержании уже около 90 дней. Видео о том, почему я сел на воздержание и почему я советую вам сесть на воздержание. Находится в этом или в этом углу, я не помню. А в сегодняшнем ролике я расскажу вам про этапы, которые произошли на моем пути воздержания. То есть 90 дней это уже немалый срок и достаточно малый процент людей доходят до этого срока. И я хочу в этом ролике рассказать про свой путь, который я прошел. Разбил я его по этапам, по некоторому количеству дней, как менялось мое тело, как менялось мое мышление. И в общем-то все изменения, которые я заметил во время воздержания. Мы начинаем. Первая неделя. Первый-седьмой день. Это, пожалуй, были самые сложные дни на пути моего воздержания, потому что в первую неделю тебе дико хочется дрочить. Тебе дико хочется куда-то что-то сделать. Это все понятно. Причина. До этого ты мастурбировал каждый день, каждую неделю, а сейчас раз и у тебя обрыв. Ты не можешь сделать ничего. Ты просто это запрет. И в этот момент тебе очень важно переломать себя. Ты всю неделю просто думаешь только об этом. У тебя мысли об этом, у тебя сосредоточены. Я видел, многие подписчики писали в комментариях, что они просто не могут преодолеть эту неделю, потому что действительно нужна мощная сила воли. У тебя мысли только об этом, и ты должен это отводить. Ребята, я это переборол тем, что я занимался какими-то делами, когда ты чем-то занимаешься, работаешь, чем-то увлекаешь, там, хобби, не знаю, с кем-то общаешься. У тебя мысли уходят про это. Если ты сидишь без дела или, там, смотришь YouTube условно, да, то, конечно, у тебя мысль, поток мыслей, он уйдет в это русло, и ты захочешь передернуть. Второй этап. 7-15 дней. Уже пошел спад вот этого дикого желания передернуть. Ты уже понимаешь, что, в принципе, можно и без этого. Ты уже понимаешь, как контролировать свои мысли, и в этот момент все вот эти сперматозоиды, которые ты постоянно изливал, и вся энергия тела, которая уходила на регенерацию этих сперматозоидов, идет куда? Прямиком в твои мышцы, прямиком в свою энергию. И следующее, с 7 по 15 день, ты чувствуешь дикую энергию на тренировках. Ты просто херачишь, как будто ты, не знаю, под диким креатином, под диким тестостероном, и вообще что-то колешь себе. В общем-то, у тебя идет дикий прогресс во время тренировок. Ты начинаешь брать новые веса, ты чувствуешь мощнейшую энергию во время тренировок. И это 7-15 день. То, что я заметил, и это, на самом деле, лучшее время для прогресса во время тренировок. Запомните, дикий-дикий прогресс. Следующий этап. День номер 15-45. После того, как ты поборол свое желание дрочить, после вот этого дикого прилива, у тебя все уходит в духовность. У меня лично было, что с 15 по 45 день у меня пошли спады по тренировкам. В плане, я уже не беру такие жесткие веса, и у меня нет такой жесткой прогрессии на тренировках. Такой мощной энергии. Но у меня начала налаживаться моя нейронная система. А именно, я начал вести себя более спокойно. Я начал лучше контролировать свои эмоции. И просто, знаешь, у меня выработалась какая-то вот стрессоустойчивость. И причем это не произошло так, что было много стресса, и она выработалась. Нет, у меня просто спокойствие. Что-то происходит без разницы. Что-то другое. Это ничего. Это мелочи. И действительно, вот этот период, он очень важен. Потому что здесь ты налаживаешься духовно. Здесь ты настраиваешься. И ты, в принципе, понимаешь, что проблемы это не такие уж и проблемы. И любую проблему можно решить. И интересный факт, это длится с 15 по 45 день лично у меня. Но, в принципе, потом это тоже остается. Это немного уходит на спад. Просто я заметил, что именно вот в этот период 30 дней у меня прям такая вот гладь шла. Я прям чувствовал себя наравне, не знаю, с природой, с чем-то таким естественным. И просто потом это также продолжается, но немного на более низшем уровне. Четвертый, последний этап. 45-70 день. У тебя идет небольшой спад вот этой вот умиротворенности. И ты опять начинаешь немного чувствовать вот эти вот колебания жизни. Но в этот момент ты начинаешь наслаждаться жизнью. Я прям помню этот момент, когда после вот этого дикого спокойствия раз что-то сдвинулось. И у меня началось повышенное наслаждение жизнью. Я просто кайфую от каждого момента. У меня продолжается сейчас этот период. Потому что это самый крайний период моего воздержания. И, в принципе, на нем я сейчас и нахожусь. Ты просто наслаждаешься всеми моментами жизни. Идешь по улице, не знаю, видишь какую-то птичку. Ты просто такой, типа, еее, это круто. И на каждом моменте ты находишь какие-то маленькие такие фрагменты жизни, которыми ты можешь насладиться. И это самый кайфовый период. Я хочу отметить, что последние три периода, это просто дикий кайф. Ты должен продержаться первые семь дней. С первого по седьмой день, где тебе дико хочется дрочить. Но после этого у тебя начинается кайф. Сначала жесткая мотивация на тренировках. Потом такое умиротворение, где ты чувствуешь себя возвышенным. И третье, это где ты просто начинаешь ловить кайф от жизни. То есть, вот они плюсы воздержания к добавке к тому видео. Когда добавятся новые этапы воздержания, я обязательно вас уведомлю и сниму про это ролик. Пишите в комментариях, что вы хотите снять. Потому что это видео я также снял по просьбе одного из моих подписчиков в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok